Приветствую вас. В первую очередь вам необходимо определить, что стоит за идеализацией вашей бывшей, потому что человек идеальным быть не может, а идеализируйте вы её, потому что у вас есть определённое желание и потребность. Это первое. Второе. Для чего вы хотите найти себе такую вещь? То есть, раз вы хотите найти себе, как бы, значит, вы опять же в чём-то нуждаетесь. Вот. Наверное, у нас свои желания нужно поисследовать. Далее. Из-за чего вы расстались со своей бывшей? Если она была идеальной, как вы говорите, что-то привело вас к расставанию. Это очень важный момент. Дальше смириться с одиночеством у вас не получится, потому что одиночество, если оно доставляет вам негатив и дискомфорт. Это означает, что у вас нет внутренней гармонии, а внутренняя гармония необходима для того, чтобы жить счастливо. Поэтому тот факт, что вы не можете смириться с одиночеством, говорит о том, что у вас нет, собственно говоря, гармонии. А гармонии нет, потому что вы себя таким, опять же, какой вы есть, не принимаете своими желаниями и, видимо, полагаете, что они, ваши желания и потребности, а также ваши убеждения, связаны неразрывно только, могут быть связаны неразрывно только с другими людьми, соответственно. Вот. А другие люди, они, по сути, свои непостоянные, и поэтому, соответственно, вы находитесь в тревоге. Вы находились в тревоге. Вот. Поэтому, на мой взгляд, нужно больше ориентироваться на такой, скажем так, позитивный момент, на такой более-менее стабильный момент, это момент вас. То есть, это момент того, чтобы ориентироваться именно на себя, а не на кого-то другого. И в этом я вижу, значит, так же как и в работе со своими страхами, может быть, со своей неуверенностью, может быть, в этом я вижу первоочередные задачи, которые вам необходимо решать вместе с психологом. Поскольку уже одни отношения у вас закончились, я так понимаю, нехорошо, то нужно разобраться, почему они завершились, проработать ошибки, чтобы вы больше их не повторяли. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.